Ты пойми, все, что я говорю тебе, я говорю первый и последний раз. Правда, я справлюсь. Просто очень жаль. Ты пойми, я в новой жизни найду себе человека. Я рожу от него кучу детей, я выйду за него замуж, правда. За мной все хорошо будет, правда. Господи, я просто очень сильно тебя люблю. Я не могу из тебя, правда. Я подумаю, может, я бы ищи, я тебя никогда не забуду. Ты пойми, у меня сон был, ты будешь только моим. Ты пойми, у меня сон был, ты будешь ищи, ты будешь ищи, ты будешь ищи, ты будешь ищи, я тебя никогда не увижу. И качнуться бессмысленной мыслью, парафраз, слетевших... Я хоть и не простой человек, но я не вор, чужих жен не вор. Господи, ну какой же ты глупый. Ну я тебе говорю, Крутов, у меня давно не муж. Чего ж ты за него замуж вы, что ли? Назло. Глупая была, ты же женился. Он все это время знал, что я люблю только тебя. Ты думаешь, нормальный мужик может это простить? Крутова, Люборов в Краевую Думу. Мы договорились с ним, что как только его выбирают, он меня отпускает на все четыре стороны. Пока. Ну здравствуйте, улыбки. Чего, буржуй, жизнь удалась у тебя, ну? Я знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем уехать. Татьяна Александровна, а я вот думаю, а ты не слишком много на себя берешь? Мы с тобой договорились, что через месяц ты свободна. Через месяц. Так? Так. Ты слово давала? Давала. Ну так поехали. Ты же мне жена пока еще. Ты Гришу не тронешь, слышишь? Не тронешь. Поехали! Здравствуй, Гришенька. Родной мой человек. Пишу тебе на случай, если не смогу тебя встретить. Неужели мы наконец-то сможем увидеться? Все эти годы я желаю единственной надеждой скорее встретить тебя и обнять. Ласково и нежно. Я очень, я очень люблю тебя. Сильно, сильно. Мои мысли только о тебе, любимый мой. Оставляю тебе мой номер телефона на случай, если по какой-то причине не успеем сразу увидеться. Татьяна.